Но если в целом говорить о подписанном соглашении, то надо сказать, что это достаточно кропотливый был процесс подготовки этого соглашения. И надо сказать, что подписание соглашения, которое состоялось на прошлой неделе, это как бы завершающий этап всех тех переговоров, которые проходили. Но я хотел бы вам напомнить, что первое соглашение с Роснефтью было подписано еще в июне месяце в рамках инвестиционного форума, который проходил в Санкт-Петербурге. Вот как раз тогда Лихованович Ковалев и Сечин подписали соглашение, которое затрагивало одну достаточно узкую тему, это переход на газомоторное топливо и, соответственно, преференции региональной власти, которую давали при переходе на альтернативное топливо. То, что касается соглашения с Роснефтью, которое было подписано губернатором Игорем Ивановичем Сечином на прошлой неделе, то это более глобальное соглашение, которое предусматривает достаточно много различных направлений, начиная это от поступлений налогов в бюджеты различных уровней, это и реконструкция честных, это и строительство, реконструкция дороги, которая на сегодняшний день есть, и ряд социальных проектов, которые будут затрагивать соглашения. И надо сказать, что отличительная особенность соглашения с Роснефтью, в отличие от соглашения, которое было с ТНК-БП, это соглашение, оно более предметное, насыщено конкретными цифрами, насыщено конкретными датами проведения тех или иных мероприятий, которые запланированы в рамках данного соглашения, подписанного губернатором и руководством Роснефти. Продолжение следует...